Игнать Тихонович, комментарий просили год где-то назад сделать, чтобы все попадали на просмотр. И на всех каналах мы это сделали. Сейчас по вашей просьбе, и Вячеслав меня попросил, я сделал так, что только матерные комментарии, где мат какой-то или слова непотребные, отправляются на проверку. А остальные все будут публиковаться теперь. Я настроил. Так, а как, а с чего это постановление такое? Вот выставили ролик, другие говорят, мы считали, Володя, считали, говорят там, а ничего нету, я подчистый. Почему-то? Нет, это бывает, что, я-то я не знаю, в чем. Это не один день, притом не один день уже я замещаю. Обычно я встаю, у меня 50, 60, 70 комментариев, а тут ни одного. Такого не бывает. Моисты, скажите, ролики или что-то, они не те, чтобы их мимо прошел и не заметил. Он буквально сваливает человека, когда он считает. Вот сейчас-то передали, там, как мусульманин умер. Сейчас ответ даю. В слезах другой пришел мусульманин к нашему, или встретился он у него, и что, как ему помочь. Утешить, он о братьях плачет. Я ему 16 главу Евангелия от Луки, и все это выписываю, и я потом могу вам скинуть, как беседовать с этими людьми. Да, это очень хорошо было. Да, готово, там более, там выделено так красным цветом, у меня жирным и курсивом места из Библии. Очень легко смотреть. Я про это и спросил, можно ли как-то узнать. Какая причина, что у меня комментарии исчезли? Игнат Тихонович, а вы можете мне экран показать, демонстрацию сделать? Что именно показать? Демонстрацию экрана сделать у себя. А как это сделать? А там в скайпе, в скайпе, вот красная трубка горит, справа такая иконка чат, а еще правее стрелочка такая в квадрате. Так я сейчас не буду, у меня наполовину все оторвется, у меня прям поджимают сейчас несколько человек, а мне я должен разные ответы дать. Маленько надо будет как-то договориться попозже. Хорошо, я вам сейчас покажу тогда сам, и вы поймете. Я вот только начинаю звонить, только помолились, а вот вы звоните. Я не могу закончить писать. Да, хорошо, сейчас я быстро делаю. Такие дела, что необходимо как-то отреагировать. Вот вы видите экран сейчас мой? Да, я вижу тут экран. Вот смотрите, здесь когда вы в режиме студии находитесь, вы же комментарии вот так смотрите, проверяете. У вас здесь комментарии, упоминания. И тут есть два, две такие как бы меню, да, опубликованные и на проверке. Вы скорее всего смотрите опубликованные только. А если вы нажмете вот сюда вот на проверке, то у вас появятся все комментарии, которые пошли на проверку. Их тут очень много. Вы туда просто залезьте и все, и у вас все будет перед вами. Ну допустим, вот это вот, ну я вот версию показываю, а где у нее, у тебя нажми на нее, где она будет. Вот смотрите, например, вот здесь отдайте бразды, вы уже никто, пишет человек какой-то. Ну да. По поводу. Ну вот это надо комментарий или нет? Не, ну не надо, мне его только убирать надо, убирать и забронкировать. Вот я нажму его удалить. Все, его нету. Заблокировать? Нет, не просто убирать, а мне его надо заблокировать, чтобы он больше не заходил. Он ничего не знает, он время отнимает. Зачем он нужен, когда он враг? Да. Ну вот, соответственно, вот видите, кто-то пишет. Куда делись комментарии? Оказывается, вы трусливые, отписка от канала и вас, например, да? Я не знаю это. Ну ладно, я потом как-то найду. То есть смысл какой? Здесь есть опубликованные, а есть на проверке сверху, вы там посмотрите. И на проверке, когда ткнете, там у вас появится все, что попало на проверку. А то, говорят, из-за того, что я кого-то там, ну, заблокировал, удалил, да это, да как же я хозяин этой? Он что попало, кидает ко мне, я должен его, как, примечать с блинами? Да, конечно, это они только разночки. Он сквернословит, угрожает, я убираю сразу его и все. Да. Ну, в общем, там посмотрите на проверки, я вам еще картинку пришлю. Хорошо, хорошо. Вы мне там отдельно напишите что-нибудь маленько, чтобы я не отходил, а то я опять тут запутаюсь. Да, все сделаю. Благодарю мне, Вячеслав, передал правила для меня, что не быть никому в тягости. Благодарю за заботу, спаси Христос. Все, с Бога. Отошел, с Бога.